Какая у тебя цель? Построить свой дом. Готов ли ты этим жертвовать? Готов. Тогда зачем тебе это? Для себя. Ну и почему ты не пошел в таксиста? Так, а зачем? На сегодняшний день я, скорее, ничего пока что не стою. Я мало чего умею, так что надо набираться опыта. Скорее всего, за опытом пойду. Всем привет, ребята! С вами Живая Баня, канал Иван Бояринцев. Представься сам. Я Владислав Овсяников. Откуда ты? Я из Питера, в Санкт-Петербург. И сколько тебе лет? Потому что это будет первый вопрос, который все будут писать и задавать. 17 лет. Тебе 17 лет. Ты учишься? В колледже Краснодеревец. То есть ты будущий краснодеревщик? Да. И ты собираешься работать по профессии? Да. И это однозначно удивительно. Подожди, как ты попал на семинар по строительству живой бани, живого дома, на семинар по печному делу и по рубке срубов? Все очень просто. У меня родители смотрели видео, а я в этот момент интересовался все, что для жизни пригодится. Ну и там было печное дело. Также после печного дела был курс по срубам. И я понял, это мне тоже пригодится. Кто твои родители, чем они занимаются, какое отношение они имеют к срубам, печному делу, строительству? Они ни к какому отношению не имеют к срубам и печному делу. У нас было в деревне дом, там была печь. Я всегда интересовался ее проблемой и как это исправить, как поставить новую, хорошую печь. То есть она работала не очень хорошо? Да. Ты сам заработал на этот тренинг или тебе заплатили родители? Скорее родители заплатили. То есть тебя, ну можно сказать, сюда делегировали от семьи и прислали? Нет, это мой выбор. Какая у них мотивация, чтобы согласиться с твоим выбором и дать тебе денег на этот семинар? Знания. Чтоб я получил знания, чтоб потом в будущем я никому не обращался и мог сам построить. Слушай, 17 лет? Угу. Я знаю твоих ровесников достаточно много. На кой тебе это ляд? У меня есть цель. И вот эта вся информация по печам, по срубам в будущем не пригодится. Какая у тебя цель? Построить свой дом. Стройку невозможно завершить. Ее можно только прекратить или приостановить. Стройка это перманентное состояние человека, который живет на своей земле или который занимается предпринимательством. А жить на своей земле это неизбежно предпринимать какие-то шаги для улучшения своего благосостояния, потому что никто вместо тебя этого здесь для тебя не сделает. Ну и соответственно этому необходимо учиться. Поэтому я снова еду в Подмосковье в октябре и ноябре провожу новую сессию и преподаю все, что знаю по банному мастерству и не только. Начнется все 28 октября, в самом конце месяца мы успеем позаниматься банным искусством по курсу домашний банщик. Это для тех, кто имеет нулевую подготовку по банному образованию, так сказать, по пармастерству и хочет попарить всю свою семью профессионально, качественно, но не за деньги. Если же вы хотите связать свою судьбу с пармастерством и экономически себя поддержать этим искусством, тогда вам нужно будет идти на следующий курс, но он состоится не сразу. После курса по банному парению домашний банщик будет у нас сначала преподавание строительства живой бани и живого дома. И живую баню и живой дом мы будем с вами обсуждать, будем проектировать, будем раскручивать по полной программе всю последовательность событий и вы можете в этом еще успеть принять участие. Несколько мест у меня еще зарезервировано специально для вас. Прямо фамилии подписаны снизу. Шучу. Ну а если вы хотите профессионально связать свою судьбу с банным парением, тогда вы приходите на следующий курс, который называется техники пармастера. Техники пармастера это там, где пармастер умудряется вытворять такие чудесные штуки. Это порядка 60 движений, которые вы должны будете увязать в свои новые собственные красивые программы парения. Но когда вам наскучит парить, отвечая на вопрос, как, у вас встанет вопрос, а зачем? Зачем я это делаю? И на этот вопрос отвечает следующий курс. Курс, который называется мастер живой бани и образного парения. В этом курсе мы начинаем уже заниматься построением образов и ни одного движения без образа, то есть безобразно мы уже не делаем. Мы обязательно составляем то творение, которое впоследствии выполняют наши руки. Сначала мы парим картинки в голове и только после этого превращаем это в какое-то уже поступательное, нагнетательное или вытягивающее движение. И это отдельный курс, он тоже длится три дня и он для профессионалов, для тех, кто прошел предыдущие этапы становления себя как банного мастера. И после этого я вам предлагаю еще познать печное мастерство. Искусство печного строительства будет преподавать вам печник Николай Лучинок и он ничего не утаит, все расскажет как и всегда. Ну а потом сможет взять вас к себе на объекты уже на практику. Только тех, кто проходил у него теоретическое обучение в течение трех дней здесь же в Подмосковье. И для тех, кто не хочет ничего знать про баню, но хочет жить долго, счастливо и может быть даже богато, я приглашаю на целеустроенческий тренинг. То есть на тренинг, в котором мы познаем как управлять своей судьбой, как управлять своей мечтой. Я буду учить тому, что сам практикую многие годы. Запрягаю и тогда мне везет. Приходите и этот тренинг тоже еще имеет свободные места. Но нужно поторопиться, нужно очень быстро определяться и приезжать в Подмосковье в ноябре проходить все эти курсы. Для того, чтобы познать полностью о тех подарках, которые мы дарим на каждом тренинге. Бонусом есть всегда некий курс, который мы дарим по ходу прохождения основного курса. Вы можете перейти сейчас по ссылочкам под этим видео и побывать на наших сайтах. Вы можете посмотреть, когда, почем, где, во сколько и какие подарки вас ожидают. Программы тоже там. Вперед, ребята! Переходим по ссылочке. И не забывайте, что нужно еще подписаться на этот канал, поставить лайк и брякнуть по колокольчику. Не знаю, зачем это надо. Наверное, в пользу. Поехали! А когда у тебя появилась такая задача в жизни? Ну, в лет 15. То есть два года назад? Приблизительно, да. Что на тебя повлияло, что ты вдруг ни с того ни с сего решил, просто проснулся утром и такой, о, хочу дом? Скорее всего, после деревни я решил построить свой дом на своем участке. После того, как ты побывал с родителями в деревне, на их участке, на вашем семейном участке, насколько там все комфортно? Вот в деревне, насколько тебе нравится там быть, жить, пребывать? Ну, к жилью пригодно, жить можно, но свет есть, но вода, канализация не проведена. Вот с этим проблем бывают. Отопление только печное, вот тоже иногда проблема. Но жить можно, в общем-то. И ты собрался жить в деревне? Когда я построю свой дом, то да. Хорошо. Цель — это дом. Это дом, это участок. Зачем? Чуть и в городе не живешь. Ты сейчас живешь в Питере? Да. Это квартира? Да. Фонтанка, Невский, мощенные тротуары, никакой грязи, все зашибись. Даже лебеди иногда не полудохлые, но плавают. Но это есть. И с этим можно жить, прекрасные люди к этому стремятся. Они все бегут не из города, они бегут сейчас в город. Ведь все твои ровесники, они как минимум ломятся в город, как максимум ломятся в большой город. Почему ты вдруг? Что тебя не устраивает в городе? Что не так? Спокойствия хочется. То есть ты в 17 лет хочешь мне сказать, что ты устал от городской суеты? Ну, городская суета очень сильно напрягает. Вот что я хочу сказать. Ну, а это постройка дома — это просто пока что еще цель. Цель. Знаешь, что сейчас сидит человек вот там за экраном, по ту сторону, да, ютюба, и такой сидит и смотрит такой, ну ты дебил, барин. У тебя все есть, у тебя родители, которые могут тебе просто так вот отвалить денег там на какую-то непонятную учебу. У тебя есть квартира, у тебя есть Питер, блин, я сижу в своем Мухадричинске и, значит, вот мечтаю как бы отсюда выбраться. А ты, придурок, лезешь в эту бодягу, в это болото. Ты понимаешь, что ты приедешь туда, там будут алкаши-соседи, вонь навозом, там будет вот эта вот разъезженная дорога и прочее. Зачем? Ну, должен быть свой дом, где бы он не был, он должен быть в городе рано или поздно отдыхать. Он надоедает. И, например, за городом где-нибудь будет дом. То, может быть, заехать, отдохнуть сколько? Месяц или неделю, время отпуска. То есть ты не собираешься туда уезжать навсегда? Ну, конечно, нет. Ты собираешься оставаться в Питере? Фу, ну все, нормально, нормально, не дебил. Мой план заключается в том, чтобы, скорее всего, не скорее, уехать, например, за город и в этом, например, домике иметь что-нибудь там, к примеру, живность, чтобы ничем пока не быть не обеспеченного города. Приблизительно вот так вот. То есть пока тебя кормят в супермаркете, тебя это не устраивает? Ну, хочется чего-то настоящего. Настоящей еды? Да. Есть ли у тебя девушка? Нет. Мечтаешь ли ты, что когда-нибудь она появится и так далее? Думаешь ли ты в эту сторону? Не задумывался еще. То есть у тебя пока другие интересы? Пока что нет. Хорошо. Твоя любимая компьютерная игра? Компьютерная игра? Ну, предположим, Warface. И сколько времени ты проводишь вот в игре? В неделю, в день, там, в месяц? Как часто ты туда заходишь? Ну, часто, почти каждый день. А провожу, там, больше двух часов, наверное. Больше двух часов в день ты играешь в компьютерные игры. Да. И, как ты думаешь, при таком графике твоей жизни сможешь ли ты когда-нибудь построить свой дом? Просто мне, ну, когда я играл в игры, мне это не удалось. То есть для того, чтобы мне начать строиться, мне пришлось завязать с играми наглухо. И с этого времени начались какие-то подвижки в сторону строительства. Готов ли ты этим жертвовать? Готов. А потому что везде интересно. Даже срубы пилить интереснее, чем играть. Даже? Да. То есть срубы пилить все-таки это не самая интересная игрушка? Почему интересно? Интересно. На что бы ты променял искусство рубки сруба или искусство складывания печи из кирпича? На что бы ты променял? С чем бы ты это мог сравнить? Что может быть круче, чем это для тебя? Да я думаю, что... Я даже не знаю, вряд ли, что может быть круче, чем эти знания. Почему? Так они в жизни пригодятся. Например, хорошего пищника. Особенно про геотермалку. Очень мало их. И лучше самому знать и самому собрать печь. А на срубы тоже немного мастеров. Это бизнес? Ты рассматриваешь это как бизнес-идею? Как возможность заработка? Нет. Тогда зачем тебе это? Для себя. Ты удивительный, феноменальный человек, которого я... Я таких людей встречаю крайне редко в своей жизни. И я почему за тебя зацепился? И видишь взрослых дядек, которым по 50 лет я не трогаю на интервью, не выдергиваю. Хотя, наверное, кто-то из них тоже мне интересен. Но вот твое состояние здесь на тренинге меня удивило. Меня удивило то, что ты с таким воодушевлением, интересом занимаешься вещами, которые совсем не свойственны твоему возрасту и твоим ровесникам. Чем занимается твой отец? Он ушел. Он живой, просто ушел из семьи. Но я понял, как рассказывали мои братья и сестры, что он, я так понял, стал руковать тебя на каком-то заводе. Мама? Мама, у меня таксист. Она таксует? Да. Мама, таксист? Да. Ну и почему ты не пошел в таксист? Так, а зачем? Деньги. Общение с людьми. Там много не зарабатываешь. Но общение мне тут хватает. Тут интереснее. Хорошо. Как обрисуется твоя жизнь через 30-40 лет? Давай помечтаем. Что это будет? Будет дом. Сколько этажей? Ну, предположим, два. Два этажа. Дом? Ну, то есть еще чердак. Еще чердак, там что-то. Дети? Возможно. Участок земли большой? Ну, думаю, что сам дом и какой-нибудь огород. Ага. Скотина? Возможно. Ну, то есть это прямо корова, хозяйство, там, ты с вилами, там, с граблями носишь с утра до ночи? Или это приехал, там, отдал распоряжение и уехал снова руководить заводом? Да, ну, скорее всего, с вилами наше с утра до ночи. Тебя это заряжает? Ну, энергия плюс спорт. Всегда. Как тебе наши зарядки? О, хорошие. Прям бодрят. Прям все мышцы активируются. Я по себе знаю, что мне в 8 утра встать, это просто вот не было бы тебя, других ребят, я бы просто, наверное, просочковал. Дома я бы точно не встал. Насколько тебе это тяжело, вставать по утрам? Это тяжело, но все-таки возможно. Ну, сначала тяжело, да, в сумку, например, бросить все и спать, но потом чуть-чуть позанимался, сразу энергией, прилив, и в сон почти не клонит. Тебе сказали на старте, что это необязательно идти на зарядку, что, в принципе, ты можешь лежать спать, и никто тебя не выгоняет. Ну, ну, ты допускаешь себе такую мысль, что мог бы поспать дальше? Допускал, но я выбрал лучше зарядку. Вот распорядок дня, да, целый день там бензопила, учеба, теоретические занятия. Все ли тебе понятно из того, что преподаватель один, второй, третий выдает? Ведь это знания, рассчитанные на взрослого дядя, который там жизнь уже прожили, который там от 30 и дальше лет, как минимум рассчитаны на людей в 2-3 раза старше тебя. Печка далась мне очень легко, а вот со срубами то, что я не понимаю, я на практике вижу, уже запоминаю это и понимаю, что с этим делать. Было ли желание подписаться куда-нибудь в бригаду, чтобы там сруб рубить или печку строить или еще что-то? Ну, было желание дальше продолжать обучаться, изучать, набираться опыта. Вот если я тебе сейчас скажу, что у меня есть объект и там требуется в бригаду человек твоего уровня, пойдешь или не пойдешь? Ну, хотя бы смотреть на обучение, как я смогу. Предположим, что у тебя, мы просто моделируем ситуацию, предположим, что у тебя свободное время. А, ну, конечно, пойду. Если свободное время, конечно. Ты пойдешь за деньги или за опыт? А если за деньги, то сколько ты стоишь на сегодняшний день? На сегодняшний день я, скорее, ничего пока что не стою. Я мало чего умею, так что надо набираться опыта. Скорее всего, за опытом пойду. Ну, я не думал еще об том, чтобы скатывать печки за деньги и рубить срубы за деньги тоже. Пока ты не рассматривал такое. Пока я не рассматривал. То есть профессиональная деятельность ты не рассматривал. Это больше интерес, хобби. Да. Ради любви к делу. Да. Круто. Я рад, что с тобой познакомился. Поклон твоей маме за то, что сумела тебя сюда собрать. Заработать таксисткой на этот тренинг и на эти тренинги. И, знаешь, я так понимаю, что такую маму надо хранить, беречь, слушать и уважать на самом-самом высоком уровне. Просто поклон. Ну и тебе, держи. Желаю, чтобы ты довел свое мастерство до высоких пределов и начинал на этом уже делать профессиональную карьеру. Потому, что ты удерживаешь из